Доброго всем утра, дня, вечера или ночи, мои дорогие радиослушатели и радиозрители! Давненько я не выкладывала на своем канале новых познавательных видео, стало быть, самое время это сделать. В первом ролике этой лиги я, разумеется, расскажу о самой лиге предвестника, о ее особенностях и дам пару советов о том, как упростить себе жизнь. Видео будет длинным, но очень информативным, так что устраивайтесь поудобнее и запасайтесь попкорном. Как нам всем известно, в начале августа вышло большое дополнение «Падение Ариата», которое подарило нам обновленный сюжет и разные визуальные приятности. Мини-карта просто божественная, ну правда же, ну правда! В общем, также изменилось множество игровых механик, таких как постепенный урон, был понерфлен энергощит, внесены изменения в дерево пассивок и некоторые уники, но об этом вы уже и так много слышали, поэтому я перейду непосредственно к лиге предвестник. Предвестники – это особые мобы, которые призывают мобов в данной локации и сами по себе неуязвимы, но теряют хп по мере того, как мы убиваем их мобов. После смерти они дропают осколки уже знакомых нам сфер и также новых сфер. Например, сфера отмены имеет обратный эффект в сфере возвышения, то есть она убирает одно рандомное свойство с желтой вещи. Сфера сплетения улучшает белый предмет до редкого, при этом делает его сразу четырехлинковым. Этакая сфера алхимии с доп-бонусом. Думаю, эта сфера будет интересна в начале игры на этапе прокачки, потому что четырехлинки не так уж просто найти. Также она неплоха для шансинга вещей на высоких уровнях, потому что на данном этапе их все равно уже некуда девать. Инженерная сфера улучшает качество ларца или стронгбокса, то есть количество дропа с него. Рекомендуется применять только на ларцы предсказателей или дивайнеры. Древняя сфера изменяет один уникальный предмет на другой того же класса, например, пузо на пузо. Важно, что линки при этом теряются. Это еще одна очень хорошая возможность для любителей гемблинга. Можно попытаться превратить бесполезную проклятую мантию в сердце Каома или ту же шавронь, которая, не поверите, все еще актуальна. Сфера горизонтов превращает карту в другую карту того же тира. А вот сфера предвестника, пожалуй, самая интересная из всех. По определению, она превращает карту в другую тиром выше. Ну и что такого, спросите вы? А вот что. С определенной вероятностью, причем с довольно высокой вероятностью, вы получите карту Плацдарм или Бичхэт. Настоящую мекку предвестников, где они живут, тусят и, может быть, даже размножаются. Но это не точно. Карта не очень сложная. Зато красивая и особенно арена. И там вас ждет много опыта и особенный лут. С финального босса выпадают осколки уникальных предметов предвестника, которые можно продать или собрать как пазл. Эти уники дают вам возможность призвать собственного предвестника, который будет бессмертен. Он следует за вами, накладывает на врагов шок и охлаждение, а также раздражает ваших союзников, что тоже мелочь, а приятно. Важно сказать, что эта карта бывает трех тиров, пятого, десятого и пятнадцатого, и получить соответствующие карты можно, соответственно, из любых белых, желтых или красных карт. То есть карту плацдарм пятнадцатого тира можно получить с помощью сферы предвестника как из карты одиннадцатого, так и из карты четырнадцатого тира. Кстати, как я уже отметила, здесь вас ждет реально много опыта, что делает плацдарм отличной альтернативой уникальной карте богодельня паршюта Пурджой Асайлом для прокачки на высоких уровнях. Ну и раз уж мы заговорили о картах, давайте плавно перейдем к атласу, потому что в этой лиге рекомендации частично отличаются от тех, что были актуальны в лиге наследия. Про атлас вам расскажет Мишка Перекись, ссылку на его канал я обязательно оставлю в описании. Дело в том, что мой атлас пока далек от совершенства, и в этой лиге я играла не очень много. Так, значит, что касаемо атласа и шейпа карты, прохождение карт на идеальный, так сказать, атлас. Вы должны пройти все тиры до девятого включительно, это первый тир, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой и девятый. Что касаемо десятого тира, вы должны иметь только зашейпленную карту, и это должна быть дюна. Остальные карты у вас должны быть не пройдены для идеального атласа. Что касаемо одиннадцатого тира, одиннадцатых карт, вы не проходите никакую карту, одиннадцатую, и шейпите рейскорс. Вы, конечно, можете зашейпить спайдер форест для этого, если вы верите в дроп доктора. Но в случае с рейскорсом вы будете бегать всегда стабильно в хорошую локацию, одинаковый ролл, там нету никакого абсолютно рандома, это кольцо, и она очень приятная. Спайдер форест же будет рандомиться по-разному, но на нем есть шанс дропнуть очень дорогую девинейшн карточку, которую вы можете продать и навариться. Касаемо двенадцатого тира, здесь как бы все понятно, у вас должна быть карта, которая не будет мешать вашей обмазке атласа. Вы будете обмазывать атлас с экстантами, как это видно здесь. Об этом я расскажу чуть-чуть попозже, сейчас сначала про шейп-карты. Двенадцатый тир у нас будет либо Айшен Вуд, если вы хотите, опять же, не самую плохую карту иметь для беготни. Либо вы можете зашейпить, соответственно, это у нас скидается Шейпер Орб на седьмой тир, либо вы можете зашейпить Кастл Руинс, но она при этом будет мешать Дюне. Либо Матгейзер. Матгейзер вполне хорошая карта, но если вы шейпите Спайдер Форест, то ни в коем случае не должны зашейпить Матгейзер. А в случае с Рейскорсом вы можете спокойно зашейпить либо Айшен Вуд, либо Матгейзер. На ваше усмотрение, какая вам карта из этих будет нравиться больше. С тир восьмым, и, соответственно, это у нас получается тринадцатый тир карты, вы шейпите либо Тропикал Айланд, или же Шор. Шор очень хорош тем, что вы можете его обмазать с экстантами чуть побольше, чем Тропикал Айланд. Но Тропикал Айланд обмазывается дешевле. По девятому тиру и, соответственно, тиру четырнадцать вы проходите карту Валкана. Единственную карту на Атласе имеете, четырнадцатого тира. Остальные оставляете непройденными. Это делается с той целью, что на Валкана дропаются карточки на Каома. Пузо Каома в нынешней лиге очень хорошо и стоит дорого. Это самое дорогое пузо, которое не имеет линков. То есть вам не потребуется тратить какие-то там джейвеллерсы, чтобы вырезать сокеты. Фьюзы, чтобы связать их, чтобы дорого продать. Поэтому это очень хорошо. Также на Валканы дропаются стилринги. Это база на флотовую фьюзу, которая заходит в большинство билдов, так скажем. Если же вы хотите куда-то потратить девятый шейпер орб, которых в этой игре достаточно много, их целых три, то можете спокойно зашейпить себе замечательную карту риф. Если вы хотите потратить чуть больше, чем один шейпер орб, то можете зашейпить еще копс. В этой игре есть возможность получить три девятых шейпера орба. Вот третьей карты, к сожалению, у нас нету для шейпа. Поэтому это риф и копс. Раньше была третья карта, это променада, но в этом патче, в 3.0 ее переделали, она стала гораздо более широкой. И бегать ее стало, так скажем, неприятно. Что касаемо 10-го тира и Т-15, то вы либо шейпите колоннаду или же порт, но я предпочел ничего не шейпить и оставить пройденным лишь эбис. Тем самым вы, опять же, увеличиваете свою возможность для фарма, вы можете фармить оттуда карточки на Каома, как и в случае с Валкана. И точно такие же стилринги. Весьма неплохая карта, единственное, что к ней придется, ну, как и к Валкану, привыкнуть, как ее правильно бегать. Что касаемо 16-го тира, вы закрываете всех гвардов и проходите в Алл-Темпл, чтобы иметь шанс дропа этих карт. Ну и также прогресс для Атласа. Шейп лоу-левельных карт, то есть тир 1, 2, 3, 4, на ваше усмотрение. Я их стер по той простой причине, что здесь они мешают обмазке Тропикал Айленда. Давайте расскажем про, так скажем, секстанты. И на примере Тропикал Айленда рассмотрим, как правильно блочить, как это делается. Вы берете, соответственно, карту, которую вы хотите намазать секстантами. И ваша задача получить на эту карту эффект от секстантов, который вам позволит добавить туда больше мобов. Там могут быть мобы ядовитые, какими-то другими стихиями будут бить. Вы можете поймать не совсем мобов, а именно механику, добавляющую мобов. Это могут быть стронгбоксы, это могут быть бреши. Но задача сделать больше мобов. Единственное, что есть весьма неплохой мод секстанта, который можно тоже поймать и его желательно оставить незаблокированным. Это секстант, который добавляет 20% квалити на карты. Это поможет вам сэкономить чизелей. Соответственно, вы обмазать Тропикал Айленд секстантами можете следующим образом. Кинув секстант на Рахнит Томб, кинув секстант на Ковс и кинув белый секстант на Бич. То есть три карты, которые затрагивают Тропикал Айленд. Почему мы кидаем секстанты не только на эти карты и всё? Почему мы кидаем секстанты на Джангл Войли, на Вал Пирамиду? Ещё, кстати, можно кинуть секстант на Вал Сити Мэп, чтобы заблокировать на Арахниде. Это всё делается для того, чтобы не поймать ненужные моды секстантов. Ненужные моды, их не так уж и много, но вы это делаете один раз всего. А желательно это делать тогда, когда вы уже уверенно сможете фармить красные карты. То есть 13-14, когда вы прокачали персонажа, а не в самом начале лиги. Соответственно, мы блокируем моды секстантов. Вот, например, на Джангл Войли заблокирован мод, который не добавляет нам никаких монстров на карту. Он просто даёт нам пониженный урон и прочее. И увеличенный урон, когда мы стоим. То есть этот мод нас абсолютно не интересует на нашей карте, которую мы будем бегать. В случае с Вал Пирамидой мы добавили здесь инвэйжен босса. Это всего один моб, который тоже... Ну, он не стоит того, чтобы тратить на него секстанты. Давайте посмотрим, что мы ещё можем заблокировать. К примеру, мы можем кинуть сюда секстант и заблокировать плохие роллы на Арахнид Томбе. Давайте сделаем это. Мы кидаем секстант, мы получаем бреши. Это не то, что мы хотим блокировать. Это очень хороший мод, и его рекомендую для беготни на всех картах. Поэтому данный мод мы стираем с данной карты. Потому что мы его хотим видеть на нашем Тропикал Айленде. Переролливаем. Уник босс будет иметь 20% больше жизни, и квалити бонус карты также применяется к Рарити. В принципе, неплохой бонус, поэтому его лучше тоже стереть. Но можно его и оставить заблокированным, потому что он не добавляет нам мобов. Но он такой спорный. Фаер дэмэдж от мобов и игроков. И также мод, который добавляет нам мобов, которые наносят фаер дэмэдж. Это очень хороший мод, и его рекомендую все-таки оставить незаблокированным. Единственный мод, который есть аналогичный, который можно заблокировать, это мобы, которые наносят физ дамаг. По той простой причине, что эти мобы находятся в бабле. И их неприятно очень бить. Найденные предметы, идентифицированные. Вот такой мод можно, в принципе, заблокировать. Потому что вряд ли вы будете бегать в какие-то неидентифицированные карты. А он, по сути, для них создан. Значит, этот мод мы оставляем. И это позволяет нам на вот этой карте, так как на нее наложен уже этот мод, кидая сюда секстанты, мы ни в коем случае не поймаем то, что на нее уже наложено. Эти эффекты не могут быть задублированы. Соответственно, мы еще можем кинуть вот сюда секстанты и заблокировать что-нибудь еще. Давайте опробуем. Игроки не могут получить урон от рефлектов. Это, как бы, мод весьма неплох для тех, кто страдает от рефлекта. Но можно его, как бы... А, он добавляет нам миррор мобов. То есть, это мод хороший, он добавляет мобов. Я что-то забыл про вторую строчку. Слипстримы. Вот сллипстримы мы оставляем заблокированными, потому что это механика, которая не добавляет нам никаких мобов. Кидать на шору не имеет смысла, потому что она не дотягивается сюда. Соответственно, мы на нашем арахнит томбе имеем 3 заблокированных секстанта, которые никогда тут не заролятся. И теперь мы смело можем кидать секстант на арахнит томб, с тем самым обмазать наш Тропикал Айленд. Фаер дэмэдж мобы. Это очень хорошая тема. То есть, у нас на нашем Тропикал Айленде будет больше мобов. И теперь мы кидаем на бич. На биче у нас есть 2 заблокированных мода. Один это фаер дэмэдж с этого секстанта, но это нас не волнует. Мы будем ловить что-то другое, потому что, опять же, на Тропикал Айленде он тоже не может повториться. Мэджик Пак Сайз. Неплохой мод. Соответственно, мы его оставим. Это, опять же, механика, которая увеличивает количество мобов на карте. Ну и Ковс можно как бы кидать, можно не кидать. Тут нету заблокированных модов. Поэтому это уже по желанию. Это может быть достаточно растратно, но если вы чувствуете себя комфортно и у вас достаточно большое количество секстантов, то можете позволить себе кидать сюда. Давайте посмотрим, что получится. Пойзон мобы. Это тоже хороший мод, который, опять же, нам добавляет мобов. В итоге у нас получается Тропикал Айленд с 3 секстантами. Вы это не забывайте, кстати. Вы обмазываете карту не на 1 забег, а сразу на 3 использования. То есть вы можете, обмазав карту, пробежать 3 раза ее. 3 разные карты. И получить с этого, так скажем, больше профита. Собственно, вот так выглядит обмазанная карта по Атласу. И так следует делать с Рейскорсом, с вашим Тропикал Айлендом, либо Шором, в зависимости от того, что вы предпочтете для Шейпа. Шор более рекомендован для Шейпа, потому что там больше мобов. И обязательно делайте это с Дюной, потому что Дюну можно обмазать 5 секстантами, и тем самым кинуть еще и на Дюну секстант, потому что она желтая. Вот так, в принципе, приблизительно должен выглядеть идеальный Атлас. За редким исключением некоторые карты стереть. Вы должны также пройти все уник-карты, и обязательно используйте секстанты, как только вы выходите на красные карты, и начинаете чувствовать себя уверенно на них. Еще раз спасибо, Мишки, за такое подробное объяснение. А вот еще пара ремарок от меня. Карту Взморья или Стренд теперь не Шейпик, потому что там значительно снизили плотность мобов, и карта Ипподрома Рейскорс выглядит значительно интереснее. Карта Хранилища The Vault его не проходит, потому что в этой лиге очень дешевый экзальт по сравнению с прошлой лигой, поэтому в топку все годальные карты, которые здесь дропаются, а также здесь стал, конечно же, очень жирный босс. Как вы знаете, всех боссов, начиная с первого тира карт и до пятнадцатого, апнули по здоровью. Вот, ну и, конечно же, конечно же, куда же без него, давайте расскажем про божественный сосуд. Боже, сколько раз меня об этом спрашивали на стримах, я теперь все время буду отправлять на это видео. Божественный сосуд вам нужен для того, чтобы апать свои пантеоны, то есть у вас, например, есть душа Лунарис, вы захватили душу этого бога, видите, синенький текст, это то, что у вас уже работает, когда выбран этот пантеон, а также вы видите серенький текст, который вы можете добавить, и он будет тоже у вас работать, если вы захватите душу определенного босса. Давайте на примере души вот этой Рюслаты, чтобы это апнуть, нужно захватить душу крылатой смерти. В принципе, чтобы найти вот эту крылатую смерть, вам лучше воспользоваться, лучше переключить игру на английский, посмотреть, как она будет по-английски, и на английской вики найти этого босса, который вам нужен, и, соответственно, понять, на какой карте Атласа он находится. Смотрите, просто я не хочу заморачиваться, на карте канала находится вот эта вот крылатая смерть. Я туда сейчас, конечно, не пойду, это долго, но суть в чем? Видите, в Атласе вам везде пишут голубеньким текстом, какие души находятся на этих картах. Для того, чтобы вот эту душу получить, вам нужно отправиться непосредственно на эту карту. Таким образом, вы подходите к машине картоход, с этой картой. Она может быть вообще белая, она может быть синяя, она может быть красная, там, я не знаю, скверненная, какая хотите, любая, вообще, хоть белая. Кладете их вместе с божественным сосудом вот сюда, включаете карту, бежите ее, проходите, убиваете босса, что важно для того, чтобы пройти эту карту. После этого вы выходите обратно в убежище, заходите в машину картоходца, и вы увидите, вот здесь вот будет заполненный божественный сосуд. Вы его возьмете, пойдете в любой город, абсолютно в любой. Обратитесь к греху. Грех, ты где у нас живешь? Вот он. И, соответственно, над ним там будет восклицательный знак, или что-то в этом духе. Он заберет у вас этот божественный сосуд и апнет ваш пантеон. Таким образом, вот у вас в данном случае здесь будет уже активно оба этих поинта. Вот, про божественный сосуд, наверное, это все. А теперь давайте об испытаниях лиги. До буквы на все рассказывать не буду, про простые. Простые вообще буду пропускать. Вот расскажу только про сложные. Победить предвестника легко, использовать валюту легко, убить бродячего бандита, бродячий изгнанник, это легко. Зачистить область вау. Одна ремарка, что это просто область должна быть защищена полностью, убить всех мобов. Открыть ларцы. Опять же, ремарка, что если вы играете в пати, то открыть должны именно вы, тогда засчитывается. Рецепты торговцев. Это все очень легко, вы все их тоже знаете. Победить предвестников. Они все встречаются очень часто, и я говорю, оно у меня выполнилось само собой, без проблем. Событие один. Очень легко, опять же, выполняется само собой. Убить боссов. Если вы прошли пять актов, то вы сделали этот челлендж. Убить уникальных монстров. Вот это чуть-чуть посложнее. Это уникальные монстры, которые встречаются с пятого по десятый акт на сюжетке. Для того, чтобы их найти, вот есть вот такой вот сайт, в котором вы можете выбрать акт, который вас интересует. В данном случае пусть будет пятый акт. И здесь, соответственно, локации и название вот этих вот боссов. В чем прикол? Вот этот матриарх, самый сложный, не с точки зрения убийства, а с точки зрения того, чтобы его найти. Потому что найти его можно только в пятом акте, до того, как вы убили жреца аварии, вот этот невинный, который, соответственно, до того, как изменился пятый акт. И поэтому либо вам придется, если вы уже прошли дальше, либо вам придется создавать новые персонажи. Опять же, ради этого этого не делайте, конечно же. Но если вы будете создавать нового персонажа, просто в пятом акте не забудьте вот этого парня убить. Либо, соответственно, вам в помощь общий чат или торговый чат. там периодически выкидывают инфу, что вот это готовый такой сервис предложить. В принципе, люди все понимают, что это не такой простой квест, и делятся друг с другом этим бесплатно даже зачастую. Завершить задание. Это тоже все обычные квесты, которые вам встречаются на сюжетке. Никаких комментариев. Убить монстров-предвестников. Попа-часы. Это тоже попа-часы. Победить богов. Это все вам встречается на сюжетке. Помимо того, что все эти боги убитые открывают вам ваши пантеоны, также за каждого убитого бога вы будете получать в городе очко пассивных умений в виде книжки умений. Поэтому всем рекомендую обязательно этот челлендж выполнить. Убить те боссов-фаул. Я пока этим особо не озадачивалась. Как видите, у меня оно выполнено наполовину. Смотрите. Чтобы найти их, вам понадобятся вики. На русской вики этой инфы нет. Сразу вам скажу. Она есть на английской вики. И, например, этого парня зовут... Мне нельзя просто произносить это вслух. Я девочка. Вот так вот его зовут. Он находится в области Reclaimed Baracks. И эта оскверненная область Reclaimed Baracks примыкает к области Controlled Blocks. А Controlled Blocks – это изолятор. Вот. Соответственно, вы представляете, где вам это найти. И вы можете купить пророчку, которая даст вам возможность найти примыкающую область вал, активировать ее. И тогда с большей вероятностью вам попадется оскверненная локация на этой области. С остальными все то же самое. Далее. Опознать 100 уникальных предметов Попа-часы. Событие 2. Тоже выполнилось само собой. Ничего в этом сложного особо я не вижу. Вот. Просто, ну, как бы, играйте больше, и все будет хорошо. Что касается алтаря отражения, он довольно-таки редкий. Если у вас совсем все с алтарями плохо, то есть вот такая шапка, называется она Чайка, или Гал по-английски. Она, здесь, конечно, все написано не очень по-русски, но не суть. Суть в том, что когда вы убиваете к мобау, то у вас создается алтарь. И алтари разные, и чем черт не шутит, вам может прокнуть и такой. Далее. Убить боссов 2. Если вы прошли до 10 вакта все, ну, в смысле, всю сюжетку, то, соответственно, это у вас тоже автоматически выполнено, потому что это обязательные боссы. Использовать валюту. Это все новые сферы. Используйте их, конечно же, для челленджа. Самое главное, сферы инженера используйте на ларец пред... Этого, господи, какого предвестника, предсказателя, или он же дивайнер. И сферу предвестника используйте на карте, желательно от 11-го тира, чтобы замутить себе бичхед 15-го тира. Повысить уровень мастеров. Попа-часы, плюс пати, плюс дейлики. То есть прям вот, ребята, старайтесь, делайте это. В принципе, того стоит. Не только ради челленджа, но и также ради крафта. Получить сущности. Значит, это топовые, друзья мои, сущности. Смотрите. Вот здесь они будут у меня располагаться теоретически. Как их найти? Сами по себе они не встречаются. Но вот в этих вот ледяных группах скульптур вам может встретиться одна из вот этих предтоповых сущностей. Если это так, если вы такую встретили, можете кидать на нее след порчи, и с определенной вероятностью она превратится в одну из этих. Вот таким вот образом вы можете это получить. Ну, или выполнить этот челлендж. Ну, или, конечно, вы можете в трейд-чате опять же найти, что типа ищу там какую-нибудь из этих сущностей. Может кто-то кинет пати там и за денежку, скорее всего, дадут вам возможность поприсутствовать при победе над этой прелестью. Победить предвестников это попа-часы. Событие 3. Чуть-чуть посложнее, здесь чуть-чуть надо подумать. Откроете ларис-предсказатели это опять же сами ручками. Вклад просперусов это через машину картоходца Заны. Вы должны будете выбрать свойства для карты просперусы. Для этого Зану надо качать, наверное, до 6 уровня. Потому что сейчас она у меня 7, и у меня не мизида открылась. Когда будет 8, у меня еще откроются разломы бричи. Так, далее. Демонов на мире, опять же, либо на картах ройте иномирье, либо у Заны попросите иномирье за хаосы. В общем, это поп-часы. Абаксот это один из демонов иномирь, самый топовый. Соответственно, мне повезло, я его уже встретила и убила. Получите осколки из уникальных монстров разлома. Это когда вы встречаете разлом на карте. Открываете его, и вам вылезает босс разлома, который является уникальным монстром. Вы его бьете, 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 и чем больше вы его раздамажите, а лучше убьете, тем больше осколков из него выпадет. Но мне, как видите, пока мало такого встречалось в части. Далее. Улучшенное убежище это легко. Победить бледный совет это тоже легко. Все эти боссы встречаются на нем с гарантией, поэтому вам нужно сходить только один раз. Либо соберите все четыре ключа по цепочкам пророчеств, либо купите проходку. Но в общем суть в том, что вам нужно сходить только один раз, чтобы выполнить этот челлендж. Убить повелителя разлома. Набираете осколки разломов и идете соответственно в как там не владение, по-моему, повелителя разлома. Убиваете кого-то из них и соответственно вам засчитывается. Восхождение это все четыре лабиринта пройти. Убить босса на карте предвестников это от десятого тира карты засчитывается. Пройти неопознанные карты тоже все понятно. Достичь 90 уровня камень 20 уровня тоже все понятно. Улучшить силы пантеона. Я этим не озадачивалась пока. Но вот они соответственно те, которые нужно улучшать. Вот он ваш пантеон и божественный сосуд вам в помощь для этой цели. Затушить карты близнецы. Это карты, где два уникальных босса вам соответственно нужно будет это намутить. На низкоуровневых картах я рекомендую мутить переменами. Карты с восьми свойствами получается только из желтых карт осквернением. Желтых я имею ввиду редких. Я не имею ввиду те, которые с шестого по десятый тир. Я имею ввиду из редких карт осквернением. Далее. Завершите уникальные карты. Естественно не со стопроцентной гарантией, что если вас скверните, то сразу будет восемь свойств. Конечно нет. Усквернение оно всегда рандомное. Завершите уникальные карты. Здесь тоже все понятно. Находите уникальные карты, либо на смежных с ними площадь сингтара может выпасть с карты подворья. Либо с карточек гадальных всепоглощающая тьма. Убить боссов на картах это поп-часы. Пройти манящую бездну это убер от зири. Если вы убить ее не можете, в трейт-чате найдите себе патьку, где вас за хаосу предоставят такой сервис, что вам засчитают этот челлендж. Создатели все то же самое, что с от зири. Подвиги я сейчас пропущу пока. Высоковый уровень воспитания. Все три из пяти надо сделать. Это пройти убер лабу сто раз. Я буду как раз делать вот это. Плацдарм буду 50 раз проходить, потому что это шикарная совершенно карта. От зири буду убивать, потому что она нужна также на один из челленджей на подвиги. И возможно я буду делать еще вот это, но уже не обязательно. Нет, три важно сделать. Вот это я точно делать. Не буду это такое себе. Но для этого вам нужно пройти эту карту 50 раз, потому что там четыре босса, как вы понимаете. Математика. Итак, самая интересная игра это совершить подвиги. Это однозначно самый сложный челлендж. Вам нужно к тому же сделать их все, а не там три из пяти. Вот, смотрите. Русская вики вам здесь не поможет. Вам здесь поможет английская вики. Английская вики. Открывайте раздел челленджес. Здесь вам раздел актуальной лиги. Вам показаны, во-первых, карты, где вы можете найти этих боссов, что важно. Да, еще один момент. Здесь у вас написано, что никто в пати не должен тра-та-та-та-та. Вы делайте всегда это соло, не делайте это в пати, просто чтобы не пострадать от того, что кто-то в пати сделал что-то не так. Поэтому делайте соло. Например, там у Адзири нужно не пострадать от ее стормколлов. Набирайте Адзири на русской вики, она тут есть, и вот здесь написано, что повторяющийся случайно, вот призыв, призыв буря, вот призыв буря написано. Соответственно, вам нужно не подставляться под эти оранжевые круги, которые взрываются через 3 секунды при появлении молниевым уроном. Вот, под это вам нужно не подставляться. Аналогичная механика про всех остальных боссов не подставляться под наскок вот этого вот козлика, который прыгает на теснине, там, и так далее, и так далее. Вот, все как бы понятно, но непросто. На самом деле челлендж довольно сложный, я считаю, что это самый сложный челлендж в данной лиге. Вот, но в целом это все, в целом это все, фух, да, это немало информации, я знаю, но на самом деле испытания не такие уж и сложные, много на попа часы, а таких вот, чтобы прям вот действительно поупарываться, это вот только одно, как я вижу, по крайней мере, мне так видится. Вот, так что удачи вам с челленджами. И еще один маленький совет под занавес этого видео. Самый профитный и интересный фарм в этой лиге ждет вас без сомнений в выбор лабиринте, и вы переработали, сделав награды более вкусными, так что учитесь проходить ловушки без смертей, бафать старика из Арика, побеждать его, открывать все сундуки в его сокровищнице. Не каждый раз, конечно, но да, теперь это возможно, детка, поэтому убер лабиринт это просто огонь. Как-то так. Думаю, до данный момент это вся информация по лиге, которая у меня есть. Маленький спойлер, скоро на канале вас ждут реально офигенные видео по билдам, так что контента становится все больше. Надеюсь, вам понравилось это видео, ставьте лайки и подписывайтесь на канал, ну и разумеется, я буду рада видеть вас на своих стримах, а также в группе ВК. До новых встреч!